Сегодняшний выпуск я хотела бы посвятить растительным маслам косметологии. Пользу они приносят или вред, настолько ли они комедогенны, как некоторые считают, как их можно использовать, можно ли использовать чистые масла на кожу наносить. То есть вот эти все вопросы очень часто встречаются в моей практике и вообще обсуждаются на всяких форумах людей, интересующихся уходом за кожей, косметикой. И я в последнее время очень часто встречаю всякие таблички комедогенности или какой-то вредности по воздействию на кожу. И глядя на эти таблички и видя там достаточно безопасные и известные, в общем-то, невредные ингредиенты, я понимаю, что прав был Парацельс, когда говорил, что все есть яд, вопрос только в количестве, перефразируя его таким более простым языком. И на самом деле в этих табличках спокойно можно, наряду с действительно комедогенными средствами, такими компонентами, как парафиновый производный или воск, или, например, вазелин, можно встретить вполне безобидное какое-нибудь масло сладкого миндаля, которое действительно может оказаться комедогенным, если вы будете его использовать в чистом виде, на жирную или комбинированную кожу. Но когда его, например, в составе какой-нибудь эмульсии находится процентов 5, и он выполняет свою питательную смягчающую функцию, при этом отлично, и не забивает поры, то, конечно же, если ориентируется только на табличку, где он указан на каких-нибудь первых местах, то можно себя лишить вполне себе хороших и прекрасных, полезных косметических средств, которые, например, его содержат. Так вот, что мы оцениваем в виде растительных масла в косметике или вообще, как бы, глядя на них? Мы, конечно же, да, оцениваем комедогенность, и в первую очередь она зависит, конечно, от концентрации, поэтому непосредственно само масло, оно может быть как комедогенным, так и некомедогенным, всё зависит от того, сколько в косметическом средстве его содержится. Могу сразу сказать, что базовые масла, они вообще не используются в чистом виде. Базовые – это те, которые не эфирные, то есть базовое масло – это растительное масло, которое сделано, как правило, из плодов или там из какого-нибудь растения, из других его частей. Если же базовое масло нанести в чистом виде на кожу, да, действительно, оно может оказаться комедогенным, забьёт поры, и наносить базовое масло в чистом виде можно только на совсем сухие участки кожи, которые не содержат сальных желёз, например, это губы, кутикула, и там действительно масла в чистом виде вполне хорошо выполняют уходовую функцию. Второй важный пункт – это их функционал, то есть у каждого масла есть свои какие-то фишки, да, свои какие-то преимущества, что оно лучше всего умеет. То есть понятно, что у всех масел практически эффект смягчения или питания кожи так называемого присутствует, но есть масла, которые, например, обладают регенерирующими свойствами, то есть повышают заживление, ускоряют, да, кожа, например, повреждённой. Такие, например, масла, как маслоорганы, обладают таким свойством. Соответственно, маслоорганы также обладает и противоспалительным свойством. Также есть масла, которые хорошо выполняют влагоудерживающую функцию, то есть барьерные масла, да, какие-то, то есть маслоавокадо, например, масло виноградной косточки, масло кокоса, масло жажаба очень хорошо удерживают влагу, потому что масло жажаба – это вообще, по сути, воск, жидкий воск, а не масло. Кроме того, защита от ультрафиолетовых лучей тоже масла, они обладают, конечно, невысоким фактором СПФ, но, например, всем известно, что масло ши даёт ультрафиолетовый индекс порядка даже четырёх, то есть может добавить, да, в чистом виде, но, соответственно, в составе какого-то косметического средства тоже будет повышать защитные функции этого средства. И, собственно, вот этот весь функционал, да, он зависит, да, например, есть масло лавра благородного или масло энотеры, которое выраженными даже антимикробными свойствами обладает и хорошо, например, восстанавливает кожу при атопическом дерматите, но, опять-таки, в составе каких-то смесей. Вот. Третий важный пункт – это стабильность масел, потому что есть масла, которые окисляются на воздухе очень быстро, ну, например, те же самые, то же самое масло зародышей пшеницы, виноградной косточки, оно требует, например, формули косметического средства, каких-то дополнительных введений антиоксидантов, чтобы оно там прожило весь срок годности и не окислилось. А, например, масло жажаба, являясь, по сути, жидким воском, оно само стабилизирует другие масла и, в общем-то, не быстро окисляется и достаточно долго хранится, и поэтому его используют зачастую в формуле, фактически для того, чтобы другие масла окислялись не так быстро, которые этому подвержены. Да, то же самое оливковое масло, масло авокадо, они очень быстро окисляются, но, находясь, например, в смеси с маслом жажаба, они будут окисляться медленнее. И надо, конечно, всегда понимать, что растительные масла в средствах косметических, они представляют собой масляную фазу, в них растворяются жирорастворимые какие-то компоненты, они сами по себе обладают массой достоинств, содержа в себе незаменимые жирные кислоты, полиненасыщенные, например, витамины содержат, например, содержат линолевую, линоленовую кислоту, витамины группы В, витамин Д и так далее. Витамин Е могут содержать, токоферол. И, собственно, если в составе косметического средства есть масло, то это уже будет кремовая текстура, то есть в зависимости от количества масляной фазы она будет либо жидкой, эмульсией, молочком, либо если масла много, или есть твёрдые масла в составе, например, кокос, или масло шибр присутствует, то будет, например, более плотный крем, но гелем это средство уже не назовёшь. Наверное, за исключением безводных масляно-силиконовых смесей, а-ля наш гель Цараминский Нсейвер, который называется гель, но по сути им не является. Так вот, чтобы обобщить, растительные масла могут принести много пользы. Они могут и навредить, например, жирной коже, забить поры, если использовать их бездумно, да, и в большом очень количестве, поэтому ориентируйтесь на средства профессиональные, в которых формулы продуманы, и масла находятся ровно в той концентрации, которая подходит для того типа кожи, для которой предназначено средство, которое вы покупаете. Если у вас будут вопросы, я буду с удовольствием на них отвечать в комментариях, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми видеть наши новые выпуски, и до встречи в новых эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok